Это меня конкретно, ну, испугался я. Да, ну, думаю, что случилось? Что-то натворилось, что ли, думаю. А когда, ну, начал узнавать обо мне, я в 2021 году приезжал на резиденцию желудка к Успанову, врачу Куспанову, короче, на бариотерских хирургах, короче. Меня там не взяли, там, короче, меня ложили на 8 дней. У меня вес тогда был 270. Сказали, чтобы я похудел, потому что у меня была сотрация низкая. Из-за этого мне не сделали операцию. Вернули обратно. И я думал, все, думал, значит, если врачи не возьмут, остальные все, думал, ну, не возьмут, думал. Меня зовут Шухрат Бакиев. Я из города Жаркент. Я приехал сюда, в Жанамен, к этому Жакупу, так, как я вам скажу историю, то, что я этот проект не наблюдал сам. В основном наблюдала моя сестра родная. Зовут ее мой баряк. Она мне посоветовала посмотреть этот проект, как там люди худеют. Она постоянно смотрела. Она всегда переживала за меня, за то, что я всегда, ну, полный, то, что у меня вес всегда добавляется. Она всегда что-то мне говорила, какие-то бады сначала. И все это, получается, у меня временно получалось. И когда посмотрела, ну, она мне когда ссылка отправила этому же КПО, я посмотрел, я вам сказал, давай, говорит, запрос отправить, напиши этому же КПО, чтобы он тебя взял на проект. Я говорю, это возможно, говорит. Она говорит, потому что люди, кто приходят, он набирает, говорит, туда полных людей. У тебя тоже, говорит, большой вес, говорит, может, попадешь, говорит, тогда 30 дней, говорит. И получается так, и я писал этому же КПО, он, ну, в Инстаграм, он не отвечал, и основан не отвечает, ну, как его. Попадать тяжело, короче, к нему было. И я попросил друзей, которые здесь находятся у меня, в Астане. Зовут его Жанибек, он дальнобойщик, получается. И он поехал на Фитерену, получается, оставил мои данные, там, реквизиты. Я отмогал, в студию позвонил, выйдем ко мне на видеосвязи. Поздоровался и поздоровались. Он сказал, что вы беспокойтесь, я сказал, какой-то такой-то вес. Я такой-то такой человек, Балкин Шухат, говорю, я, говорит, Жаркен, у меня, говорит, очень большой вес, говорю, почти, говорю, 300 килограмм, я, говорю, не могу, говорит, сама, сама, социально справиться. То пробовал, то пробовал, срываясь по-любому. Ну, сказал, давай, говорит, посмотрим, обсудим этот вопрос. Я тебе, говорю, наберу. И время проходит, 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 я набирал вес, набирал вес, вес, ну, так же, питался, как попал, получается. И просмотрю, пришел на проект, Джафар пришел, Вадим пришел. Я еще раз написал, этого отпала, давайте, можете взять, ну, то, что там люди пришли, говорю, можете взять, я, говорю. Он сказал, дай, говорю, пару дней, я тебе отвечу. И я, ну, хотел, ну, желание, ну, как его, думал, попаду, не попаду, тоже 50 на 50 было. И получилось так, что я уже устал от этого, уже полноты постоянно, что-то боли на ногах, у меня ноги очень болели, болели сильно, усталость постоянно, вялость. И я попросил друга с первого декабря, я попросил друга, что он мне зашел челюсть. Я, первый декабря, поехал, зашел челюсть, получается, чтобы он не открывался, еще в тренинде не кушал. И я ходил так 14 дней. И на 15 дней, получается, этим ногам не познял. Сказал, Шухрат, что ты с 17-го часа был в Астане. Я обрадовался. Оказывается, когда 14 дней было, у меня зубы болели, десна болели, я снял, короче. Полностью я вам фото покажу, потом оправлю, как это было. Я питался чисто на курином бульоне, воду пил, получается. Я самостоятельно скинул там небольшой килограмм. Я говорю, я был почти до 300-кровный вес был. А когда я на проект пришел, на первый день, у меня вес был 268. А с стартовым весом я на сегодня скинул нормально, отлично. Благодаря Айтмага, с его мотивацией, с его поддержкой, скинул нормально. И как я в первый день пришел сюда, Айтмага сказал, ну, сели мы, начали говорить. Он сказал, если я знал бы, говорит, я бы сказал, ну, я сказал, все, оставайся там, не приезжай. Это у меня конкретно, ну, испугался я. Да, ну, думаю, что случилось, думаю, что-то натворилось, что ли, думаю. А он, когда, ну, начал узнавать обо мне, я в 2021 году приезжал на резервистор желудка. К Успанову, врачу КУспанову, короче. На бариотеретике хирургии, короче. Меня там не взяли, там, короче, меня ложили на 8 дней. У меня вес тогда был 270. Сказали, чтобы я похудел, потому что у меня была сотрация низкая. Из-за этого мне не сделали операцию. Вернули обратно. И я думал, все, думал, значит, если врачи не возьмут, остальные все, думал, ну, не возьмут, думал. Ну, попался так, что Айтмара вышел, я приехал сюда. И когда он первый день приехал, он сказал в Шухат, давай, говорит, мы подумаем. Говорит, с врачами посоветуемся, что будем, возьмем или нет. Для меня это было конкретно переживанием, стрессом, получается. Я очень волновался, думал, не возьму, думал. С таким желанием приехал, но обратно уйдеть, это для меня было, с одной стороны, так тяжело, то, что я увидел обратно. Но он сказал, подумаем, и сутки, получается, я почти ждал. Он сказал, что пришел, мы с ним начали сидеть, начали разговоры, он сказал, что врачи отказали. И у меня уже на глазах слезы, все же, думал, поеду. Просто все же без выхода, полностью врачи отказали, как в тот раз. Значит, все думал, не возьмет, думал. Потом это риски. Потому что, когда вечером, когда были, как он мне впереди сказал, мы фотались и туда-сюда, короче, там, ну, я слышал, что, типа, кто проголосует. Там голосования были, было, короче, что отзывы там были, что меня, чтобы не брали, чтобы с большим весом большие риски, что я могу уметь, там, еще чего-то такое. Ну, я думал, блин, думаю, как его? Ну, значит, не возьму, думал, раз риски большие, короче. Ну, он сказал, врачи отказали, но я тебя оставляю в проекте. Я очень был тогда радостным. У меня, короче, эмоции были полные, короче, я не знал даже, что сказать. Для меня это была вообще неожиданность. Я первым делом сразу позвонил маме, сестре, обрадовал их, потому что они очень переживали за меня. Многие, получается, сестры, братья тоже. Ну, первым я хорошим новостям поделился с мамой, поделился с мамой, мамка тоже врачом была, сестра тоже. И я сам от раза даже заплакал на первые дни. И вот благодаря этому Жакупову я сегодня нахожусь здесь с хорошим результатом. И я почти скинул два мешка муки. Это облегчение для меня очень хорошее. Я сейчас чувствую себя очень хорошо. Допустим, и такого боли, такого тяжести, нет такого усталости. Так как было раньше, нет. И боль тоже на ногах. Все восстанавливается нормально. Я очень благодарен этому Жакупову. Из миллионов человек, например, один я не знаю, я таких людей не встречал. Я очень благодарен этому человеку, то, что он делает для нас. И благодарен полной команде, психологам, всем нашим. Всем хочу сказать привет. В пользу момента хочу сказать всем спасибо большое, что у нас здесь. И врачи, врачам тоже, нашим особенно. Психологам, айтам Жакупу, всей команде. Хочу сказать спасибо. Очень благодарен. Первый месяц скинул 28 килограммов. И через два дня, получается, меня начали, короче, беспокоить. Эти места начали болеть. Я думал, это то, что я упражнение делаю. Мышцы болят. И ночью было, получается, сильные боли были. Я выпил нож, короче, и китана выпил. Кое-как уснул, короче. Утром встал, пошел на тренировку. И там точно нас беспокоить. Именно когда упражнение делал, короче, я, конечно, ролик катал для себя. И начал обратно мышцы болеть. Сильно начал болеть. Я поднялся в медпункт. Я сказал, объяснил, что такие болят. Они спрашивают, что они сделали. Я объяснил. А какие упражнения делал? Мышцы болят у вас. Я думал, я радовался, что я начал. Не то, что мышцы болят. Радостный такой. И вечером собирался на тренировку, получается. И мне обратно больно начались. И схватило. И я Алишера попросил. Алишер, говорю, дай, сходи, аптеку. Возьми там нож, причем только обезборщик. Что-то мне боли через чир, говорю. Он подарил, подарил сразу. Айтмаха позвонил. И врачам нашим позвонил, Фархатов. И они сказали, пока ничего не трогайте. И пока они уже приехали, у меня вообще скрутило, короче. Я скрутился. Они скорую вызвали. И пока мне таблетки не давали, сказали не давать, они приехали, пока обезборщик поставили, я скрутился вообще. Очень было больно, ужасно. И они сказали, что мне панкратит. Ну врачи приехали, до Фархад Расчетуча. И сказали, что мне панкратит. Что я не буду тренировать, нельзя тренироваться, короче. Я должен, короче, покой, отдых, короче. И я расстроился. Ну вот только, блин, только начал скинуть вес. Через два дня этот случай получается. И она съезжает, Мага приезжает. И говорит, Мага, так и так. Мы сказали, короче, панкратит. Что мне не надо заниматься, короче. Ну плохо было. Я думал, с чего мне надо дома отправить. Он говорит, они сказали, что у тебя камни есть. И поехали, сняли УЗИ. Сказали, обнаружили три камня, короче. 1,6, 1,7 и 2,2, по-моему. Сказали, срочно операцию надо делать. И второй городской больнице, по-моему, да. Да, да. Так, короче, отвезли. Ну поехали туда. И там мне сделали операцию. Ну сразу не сделали, получается. Побоялись тоже. Риски были большие. Сказали. Риски большие. Но врачи молодцы. Взялись. Урсан Хусаинович. И еще один врач был забыл, как его зовут. Тушанов, по-моему. Они вот сделали операцию. Но. Риски были большие. Но. Нормально сделали операцию. Хоть. Моменты были, что это тяжело было. Ну как то, что я всем приходил. Какой-то момент. Очень переживали. Особенно Айтмага. Я знаю, что Айтмага очень все это через себя пускает. Он вообще уходил в тот момент. Не знаю, как его состояние. Даже не знаю, как он в каком состоянии был. Но. Он боялся. Через все. А я. Когда я встал. Приехал. Айтмага. Приехал. Урач наш приехал. В Архат. Урза. А не то, что после операции. То, что меня одели там. Прогул. 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 Прошелся. Я. Этот момент. Я не помню вообще. А я. Они приехали. Дали мне воду. Одели. Я прошелся. Пару шагов. С ним разговаривал. Я этот момент. Не помню вообще. Ничего не помню. Потом. Когда они сказали. Что мы были до этого. А я после этого вышел еще. Кому я. Я. Маме звонил. Я. Я не помню ничего. Состояние было. Ну как его. Уже. По наркозам. Не помню. А так. В принципе. Нормально. После этого. После операции. Очень благодарен. Тоже врачам. Тоже. Хочу сказать. Врачам. Спасибо большое. Что рисковали. Риски. Риски были большие. Но сделали операцию. Я думаю. Если я там был бы у себя. Может. Не сделали бы такую операцию. Можем позвонить. В данный момент. Кому. Мам. Мам. Я хочу поблагодарить всех вас. За вашу поддержку. За вашу. Мотивацию. То что вы поддерживаете. Всегда. Поддерживали. Всегда. Очень благодарен. Низкий поклон. Вам. Вы есть. Я здесь. Благодаря этому. Жакупу. Во-первых. Тоже. До этого. Вы тоже поддерживали. Но. Пользуясь случаем. Интервью. Хочу вам всем сказать. Спасибо. Сите тоже. Передайте. Она занята. Всем тем. Кто поддерживал. Хочу сказать. Спасибо. Благодарность. Хотел сказать. Рахмет. Улькен. Улькен. Сэндреге. Мы очень поддерживаем. Повченик. Благодарю. Рахмет. Вам. Давайте. Потапули. Ух. 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 Мах. Мах. Ух. Субтитры подогнал «Симон»